Супермаркетами и магазинами, которые отказывались брать к реализации белорусские товары, разбираются правоохранительные органы. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с главой МАРТ и первым вице-премьером. Из других тем, которые обсудили бесконтрольное ценообразование, рванувшая инфляция, говорили про небогатых соотечественников. Годовая инфляция в феврале разогнулась до почти 9%. Это произошло по большей части из-за повышения НДС на многие продукты, лекарства, медицинские изделия, детские товары. Мы сегодня производим огромный спектр товаров потребления, а в отдельных наших так называемых супермаркетах и магазинах «Мы этого не видим», – заявил Александр Лукашенко. Дошло до того, что некоторые из них, это уже правоохранительные органы, разбираются, просто отказывались брать к реализации белорусские товары. Лукашенко сказал, что не будет называть эти компании и высказал сожаление, что подобная информация ему поступила не от главы МАРТ Владимира Колтовича. «Это говорит о том, что те поручения, которые мною даны вам, прежде всего профсоюзам и депутатам правительства, мы из этого списка не исключаем. Естественно. Как минимум не совсем исполняются. Подобные вещи надо не просто пресекать, а выжигать каленым железом», – сказал Лукашенко. На встрече также подняли вопрос критического импорта. Говорили про необходимость контролировать ситуацию с ценами на потребительские товары и не допускать фактов их необоснованного роста. «Как вы говорите, прежде всего контролировать ценообразование на товары, которые пользуются повышенным спросом у наших небогатых соотечественников. Но самое главное – недопустимость необоснованного роста цен. Как вы понимаете необоснованного роста и как вы с этим справляетесь? Не дай бог во втором, третьем и далее кварталах мы будем иметь проблемы бесконтрольного, мягко говоря, ценообразования», – заявил Лукашенко. Уточним, что за два первых месяца этого года инфляция составила 3,1%, при плане на год не более 5%. Также профсоюзы обеспокоены заметным ростом цен на овощи, которые производят в Беларуси. Речь про картофель, морковь, свеклу, белокочанную свежую капусту и репчатый лук. Факты роста цен на традиционные овощи вызывают обеспокоенность, так как практически каждый профсоюзный мониторинг фиксирует на них повышение цен. Заявляют в Федерации профсоюзов и добавляют. Речь не только о сезонных колебаниях их стоимости. Что касается годового анализа с марта, по март картофель подорожал почти на 40%, морковь на 46%, капуста на 9%, свекла – более чем на 30%. Продолжение следует...